Здравствуйте, с вами Ломонос Петр. В сегодняшнем ролике мы поговорим о том, какие стимуляторы, причем все очень доступные, которые есть всегда под рукой, помогут вашей рассаде и окрепнуть, и возмужать, и улучшить впоследствии очень хороший результат. Потому что мы привыкли к чему? Что мы слышим по телевизору какое-то чудодейственное средство, какой-то стимулятор, удобрение, мы с тремя головы улетим в магазины, но их часто не оказывается на месте. И мы никогда не думаем, что есть простые вещи, которые есть у нас под руками, которые есть у нас в каждом доме практически, они могут творить чудеса и с нашей рассадой, и с нашими комнатными растениями. Что это за такие чудо-средства, которые и доступны, и всегда под рукой. Ну, самое простое и доступное это средство, это, конечно, сахар. Он есть в каждом доме, конечно, даже пусть вы не сладкоежка, но как бы сахар у вас все равно лежит, для каких-то кондитерских изделий подсыпать, делать сахарное пудро пудривать, что-то другое он у вас есть. Так вот, сахар очень как бы живая вода для растений. Норма внесения сахара, составляет столовая ложка, без верха, ровно как бы по плечике, на один витр воды. Растворите. Такой сахарной водой можно поливать растения раз в две недели. Уже на третий день вы заметите, как начнет меняться краска листьев. Они станут темными, насыщенными, они станут более жизненными. Растения прямо повеселеют. Ну, такую подкормку можно делать не более трех раз. Поэтому и она делается подкормку в самые трудные периоды для растений, то есть в весенний период. В весенний период мы растения подкармливаем сахаром. Доступно и очень эффективно. Попробуйте, вы удивитесь. Какой хороший результат. Следующая подкормка, которая нашей рассаде поможет становиться толстенькой и крепкой, это те отходы, которые мы выбрасываем. Покупаем в магазине мы бананы. Мы вот эту банан съедаем, эту кожуру с бананом и конечно, конечно, всю выбрасываем. А очень напрасно. Эту кожуру необходимо порезать, ну как бы на более мелкие кусочки так порезать, примерно по два-три сантиметра и в литровую баночку. Объем литровой баночки где-то одна четвертая, одна шестая часть. По объему литровой банки заливаем на ночь горачей водой, закрываем крышкой, как бы оно все настаивается. За сутки этот настой готов и поливаем любые комнатные растения. Комнатные растения начинают расти, а рассада становится толстенькой и коренастой. Почему? Потому что в банановой кожуре очень много калия. А калий, как известно, способствует толщению стебля. Поэтому тоже не выбрасывайте. А после этого, как уже использовали, отжали еще остатки, но придется конечно выбросить. Если у вас нету компостной кучи, если вы живете в государственной квартире, ну если живете, есть компостная куча, живете в частном доме, то вы тогда моете эту банановую кожуру, использованную выбросить на компостную кучу. Следующее чудо-средство, которое тоже применяют. Многие по утрам пьют чай. Пакетики чая, как уже у нас, как в той Англии, это стало как бы уже традицией пить чай. Так вот, самое интересное, что в пакетике чая вы можете выпить, и с этого пакетика чая вы можете также еще обработать растения. Тем более, что пакетик как раз 2 грамма, это один пакетик, надо на литр воды. Выпили чай и заливаете потом водой. Один теплый горячей водой залили. Сутки постояло. Вот этим настоем из пакетика чая вы поливаете все свои комнатные растения. Это поливается раз в 7 дней. Ограничений нет никаких. Можно поливать практически весь год. Значит, в чай содержится много полезных веществ, много микроэлементов. И рассада тоже становится более коренастой, более крепкой. Поэтому и способ тоже очень доступный. При втором заварке с этого пакетика раствор получается светло-коричневый. Это как раз то, что надо нашим растениям. Концентрация не превышена и очень полезна. Но бывает такое, что рассада ваша растет. Рассада растет бурно, начинает подрастать. Ну и вы прямо не знаете, как ее остановить. Вот. И значит, ну я просто принимаю такой препарат-атлет. Здесь препарат-атлет это самое. Все знают. Это останавливает, тормозит рост рассады. Но не всегда тут ответ есть под руками. Это раз. Во-вторых, не всегда ответ этот качественный. И если чуть-чуть провисит дозу, вы можете просто-напросто свою рассаду обжечь. Обжечь и так обработать, что рост затормозится очень-очень сильно. Мы начнем берем то, что у нас есть под руками. Обращаюсь к нашей аптечке. В каждой аптечке у нас есть азотилсалициловая кислота. То есть аспирин, как мы называем. Так вот, одна таблетка аспирина 500 миллиграмм на 1 литр воды. И растение опрыскиваем. Опрыскиваем растение, и ваша рассада моментально останавливается в росте. Она тормозится. Ну и, соответственно, раз она тормозится, значит, у нас уже будет более такая крепкая рассада. Но сразу хочу заметить, что ни в коем случае не стоит поливать аспирином растение. Потому что он действует, как бы, тормозящее действие аспирина на надземную часть. И точно так же, еще более сильное действие на корневую систему. Поэтому, если вы еще польете растение аспирином, значит, их рост тормознется очень-очень надолго. Так что вот эти даже простые средства, которые я вам показал, которые доступны, которые есть у вас. Используйте с успехом при выращивании рассады и комнатных растений. До свидания, до новых встреч!